Доброе утро, Полтава! С вами я, Александр Демидович. Сегодня 28 марта 2017 года. О погоде. Сейчас плюс 6, по ощущениям плюс 2, как минимум. В течение дня до плюс 12 облачно обещает мелкий дождь. Тот сайт, на который я смотрю. Похоже, будет неуютно в течение всего дня. Одевайтесь тепло, я тепло одет. Нормально себя чувствую. Я сейчас нахожусь на переулке Интернациональном 10. Дней 10 тому назад я делал репортаж о вот этом дубе. Вчера были продолжены работы. Его попеляли уже, я вижу, наверху. Хорошо попеляли. Говорят, что его готовят под снос полностью. О чем это говорит? Что хозяйка, которая приобрела вот этот дом, частный, приняла решение снести этот дуб. Он находится вне территории ее двора, но мне сказали, что вчера уже были документы и на близлежащую территорию, то есть уже выкуплена часть земли. Будет ли жить этот дуб, уже неизвестно. Это уже под большим вопросом. Вчера и полиция здесь была, и все, и никто не останавливал процедуру среза больших веток. То есть активное меньшинство при наличии денег просто-напросто наплевало на мнение большинства населения в этом доме. Это 200-300 человек, которые не хотят. А один человек решил, вот хочу, чтобы этого дерева не было. Люди не хотят, чтобы его сносили. Люди настаивают. Я вижу, что здесь благоустроенная площадочка. Не факт, что эта площадка со временем не отойдет той же самой хозяйке. Здесь детская площадка. А может уже есть документы, что это земля и ее приватизированная. Я уже ничему не удивляюсь. Но потом активное меньшинство будет плакать. Почему люди Майданят? Да потому их много. Она одна. Но вот так вот как-то мы живем. Жалко дуб. Я его помню еще с детства. Выживет ли он в этих берегах? Кстати, что интересно. Ни одно политическое движение сюда не пришло. Здесь не на чем пиариться. Одно дерево. Здесь никто не увидит этого. Лучше сносить заборы, там голола устраивать. А здесь нет. Здесь слишком мало людей. К сожалению, видим то, что видим. Всем удачи.